Отчаянный спортивный болельщик-дирижер оркестра Дмитрий Бутенко давно планировал поддержать спортсменов Олимпиады в Сочи. И все спортивные баталии для него проходили параллельно с репетициями. Но даже он не предполагал, что эта песня Александры Пахмутовой станет своего рода поддержкой для расстроенных болельщиков хоккея. Я слежу за Олимпиадой, мне очень нравится хоккей. Я уже две ночи не спал, смотрю хоккей, смотрю повтор. Я считаю, что ничего страшного. Все эти дни поддерживают наших олимпийцев вместе с оркестрантами и совсем юные музыканты, хористы детской школы искусств. Чтобы завоевать право выступать на большой сцене филармонии, им пришлось на некоторое время отказаться от спортивных достижений. Чтобы петь на этой сцене, мы проделали большую работу, у нас было очень много репетиций. Дети очень ответственно подошли к этому, забыли, забросили все свои дела, катки, коньки и так далее. По воскресеньям приходили, репетировали, старались. И хоть назвали концерт, мы верим мужеству отчаянных парней. Он получился очень добрым и светлым, потому что это программа для детей и о детях. Я хочу сказать, что она не вся около олимпийская, спортивная, но отчасти. То есть я стараюсь выбирать репертуар достаточно разноплановый, чтобы найти больше слушателей. Ну и что в этой программе? Ну и в этой программе у нас будет, как я уже сказал, «Трус не играет в хоккей», несколько песен с хором, песни из репертуара хора имени Попова, хора Центрального радио и телевидения по секрету всему свету. Этот концерт состоится по традиции в Большом зале филармонии в воскресенье, в тот день, когда весь мир будет провожать Олимпиаду в Сочи. Ольга Сонкина, Александр Каноненко, Панорама.